Дед Мороз и Снегурочка, а также их помощники спешат в эти дни с поздравлениями и подарками к жителям Бреста. Особенно такое внимание важно ребятам из замещающих семей. Татьяна Орехова является приемной мамой уже более 12 лет. И сегодня она рада, что ее трое детей принимают поздравления. И второклассница Лера, и воспитанник военной академии Юра, и Танюша, у которой среднее специальное образование, одинаково рады сюрпризам и подаркам. Конечно, очень приятно и очень неожиданно, что нас не забывают. И такой чудесный праздник устроили для детей. Лера, как тебе, понравилось? Понравилось. Акция «Чудеса на Рождество», инициированная Белорусским Республиканским Союзом Молодежи, ежегодно приносит ощущение тепла и праздника опекунским семьям, ветеранам, детям, находящимся в социально опасном положении, а также воспитанникам социально-педагогических центров и вспомогательных школ. Такая акция в любом случае нужна, так как не у каждого, допустим, ребенка, их родителей нету возможности подарить такого рода подарки. То есть в любом случае мы придем на помощь. В первую очередь, конечно же, подарить какое-то новогоднее настроение, счастье, поздравить их, конечно же, с прошедшим Новым годом и наступающим Рождеством. Следующими гостей в этот день принимали Соня и ее приемная мама. Сказочные персонажи подготовили музыкальные поздравления и подарки. Но и сама Соня не растерялась и рассказала стихотворение. Мягкая перина, вот, отбирая, белая равнина, ни конца, ни краю. По секрету, мама сказала, что Соня получила хорошие отметки за четверть. А за старательную учебу и примерное поведение каждый ребенок заслуживает поощрения. Поздравляли, рассказывали стишки. Тебе понравилось? Да. Теперь об акции «Чудеса на Рождество» останутся не только самые добрые воспоминания, но и так необходимые каждому ребенку. Канцелярские наборы, одежда, предметы гигиены, сладости и игрушки. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».